здравствуйте друзья сегодня у нас диагностика у нас диагностика варикоза варикоз и dcp детский церебральный паралич прикрепляем комментарий теперь вы это все видите я вас приветствую всех приветствую знаете пару слов я хочу сказать о том что в общем то очевидно вы тоже живете на этой планете и вы все видите то же самое что вижу я что я вижу я вижу что слава богу появилось огромное количество разного рода справочников по психосоматике вот такие всяких зеленых красных желтых и у всех есть возможность эти справочники в общем то взять приобрести получить справочную информацию наш блок в общем то для этого единственное что возникает такой прикол вы открываете этот справочник соответственно и у вас даже появляется какое-то понимание вы даже можете соотнести то что там написано со своей жизнью и со своим симптомом совпадает и казалось бы и чего и вот сидеть ждать ощущать это все как а когда и что почему вот и почему не случится что может что может мешать так сказать какие существуют как как вообще прийти к исцелению а как вообще это происходит это уже немного более другая вещь чем просто справочники это это некое понимание вообще в целом как работает как работает бессознательное автоматический мозг как устроена задумка природы в отношении нас там ношение того как мы заболеваем и как мы исцеляемся отношении того как какие этапы существуют условные для того чтобы дойти до своего результата и что для этого делать это уже второй процесс и к сожалению вот в этом вопросе все слишком путано неопределенно так всегда информация его а как это свести в единую структуру непонятно вот мы сегодня с вами мы сегодня с вами встретившись замечательной женщиной которая согласилась поучаствовать в этой диагностике попробуем прикоснуться к ряду ну там условных последовательности этапов что ли исцеление посмотрим как этой женщине пройти в ту в то пространство где симптом но не нужен кто пространство и жизни ощущение потому что ваш симптом он будет зависеть кстати имеется ввиду конечно же не только физический симптом если вы помните прям плакат получился такой если вы помните а вы помните что да прикольно если вы помните то любой физический симптом это прежде всего долгие долгое время как правило психический симптом который так или иначе мешает вам жить а так или иначе с ним можно войти в некий баланс и даже принять эту некую боль прижиться ужиться с ней ложки еще греха таить очень многие люди в общем то с небольшими физическими симптомами как-то входят в баланс как то так тихонько их адаптируется к ним и продолжают жить не то что психическим до психическим я имею тот или иной вид психологического страдания которое вроде присутствует моей жизни вроде повторяется но я как-то предпочитаю его я научился к этой боли стал там терпимее она стала хронической господи а хроническая это уже в родное это моё и все и в этом смысле вот эта психологическая боль она предтеча симптома потому что это такой своего рода маленький толчок судьбы как в книге радикальное прощение мне нравится это фаз метафора судьба на спина и сначала немножечко потом побольше и вот только когда прям совсем пнул и чтобы подлетели на два метра там упали вот тогда мы начинаем бегать от суетиться до этого она пинает нас мягко этот мягкий пинок его важно увидеть тоже не забывайте вот также вот так как сегодня кстати вот эта девушка я бы сейчас уже идентифицировать сейчас давайте посмотрим здесь ли она юлия юлия пожалуйста помашите рукой что вы здесь писала выше хоббл мой дедушка вешался но я вот я вас тогда спросил да его спасли об этом я узнал от мамы дедушка даже не видел ни разу он умер до моего рождения знаете вот фарма сара вы написали про хоббл да я вам говорю найдите того кто задыхался смотрите дело в том что его спасли но кто его спас не было ли там рядом мамы представьте человек который спас своего видел или спас или узнал в шоке о том что его папа а там например петлю на шею надел его спасли там да и он задыхался для человека узнавшего это это шок понятно что дедушка это сделал это раз но передатчиком шока мог стать если мы говорим про ваш хоббл я уже не помню про ваш не ваш передатчиком шока этого часто является мамой вот вообще-то с мамой можно поговорить о том какие штуки чувства она как она об этом узнала доча насколько это было для нее шок естественно это был глубоченным шоком и тогда мы имеем дело с вот этой памятью которую часто знаете как мы же как часто делаем вспомните все сейчас все вспомните как мы его любим делать идем мы по улице и увидим у человека на лице какая-то хрень какая-то прям очевидная такая хрень и у нас мозг сразу раз на себя примерил и мы такие ой со своего лица и скинули так вот в момент когда мы сталкиваемся с с такими шоками наше бессознательное а это очень важный его критерий запомните все у вашего бессознательного нет вы это или не вы она не знает персонали для него есть информация вот эта информация про она вошла в тело мамы в том в тот момент тоже и ваш хоббл если мы про ваш хоббл да мой хоббл да ваш хоббл может быть памятью о том как мама глубоко приняла этот опыт но это был шокирующий для нее опыт поэтому вы сейчас по-честному носите эту драматичную трагическую память об этом хоббле не прожитую но не об этом господи об этой петли не прожит вот смотрите сегодняшний эфир будем с вами все вместе понимать думать и разговаривать о том а как пройти от этого знания к исцелению юля здесь ну что давайте присоединяться здравствуйте юля здравствуйте я вас записываю юля сразу к вам формальный вопрос время сейчас такое я буду этим видео пользоваться я его выложу вы согласны она будет просто здесь висеть у меня на странице вы даете согласен мы все формальность вот ничего более давайте знакомиться я знаю что вас зовут юля скажите пожалуйста сколько вам полных лет сорок один вам сорок один год значит сообщение которое мы писали на такой коротенькой в этом сообщении написали что та проблема которая беспокоит именно вас это проблема варикоза на правой ноге правая нога варикоз и соответственно второе важную вещь которую вы написали это о том что у вас ребенок с дцп сейчас первое что мне важно хронологии то есть когда появился стойте подождите нет наверное не это не важно мне первое что мне важно давайте просто вы как вообще-то раз по-человечески сейчас сейчас уже хорошо но вот лет пять назад не очень было а прям сейчас вы как там что там на том конце провода как там чувствует себя человек волнительно конечно потому что так открытую поработку и аренду выхожу вообще можно сказать что это вот первый в жизни в основном это как индивидуальная работа от работа ну да я буду стараться быть максимально деликатным так что ну господи не заставлять не требовать там будем будем исследовать вместе считайте что вы добавили меня к себе и мы вдвоем пытаемся смотреть исследовать хорошо хорошо а хронологию сейчас пожалуйста скажите по времени возникновения варикоза сколько вам лет и когда вроде когда родили когда родили ребенка каком возрасте родила ребенка мне двадцать пять было а варикоз где-то двадцать девять появился двадцать пять это ребенок котел егор егор и варикоз в 29 да но было я там помню что у меня появился варикоз 29 а в 29 вот когда ребенку стало где-то четыре года там да что-то принципиально изменилось в внутри системы воспитания там я не знаю семей семья то есть скажем так что-то изменилось в плане но ребенок подрастает я чего спрашиваетесь ребенок подрастает типа и в какой-то момент словно ну типа выдыхаем да возможно я еще в этом был как раз это время вышла на работу после декрета то есть и наверно выдохнул я вышла на работу причем новую ага хорошо почему я говорю про выдохнул да то есть произошла какое-то разрешение я вышла на работу я выдохнула мне было интересно хорошо то есть это была такая это не обязаловка это было такое выдох да ну я не ради этого вышла на работу планово идти работать просто так совпало видимо действительно тело выдохнуло хорошо вот такой тоже очень важный показатель потому что если мы говорим про варикоз кстати надо спросить что вы хотите там если говорить про варикоз то варикоз будет либо какой-то зависшей историей либо это вот уже фаза скажем так больше как фаза восстановления особенно так когда выходит там проявляется это скорее особенно отчетливая фаза восстановление хотя деградация сама соединительной ткани и ткани сосудов в частности происходит активно именно в активную фазу то есть вот эти может быть четыре года накоплено ну ладно мы сейчас посмотрим что там могло быть ладно а вы сформулируйте как бы вы сформулировали запрос как бы он звучал от вас ну в принципе меня варикоз не беспокоит сам по себе меня беспокоит ситуация что вот сейчас у моей мамы уже за последние два года две операции на ногах по варикозу именно тромб и как-то меня тоже стало это немножко напрягать потому что ну повторяем судьбу мамы да если мы не меняем свой сценарий и то есть я беспокоюсь за свои за свое здоровье вот в этом плане что как бы тоже не нашло у меня до тромбов там еще до чего-то ну и что-то с этим делать надо не просто же его принять и жить я боюсь какое-то да какое-то опасение даже не совсем боюсь такого нет сильного страха но какие-то опасения по поводу своего здоровья на этот счет у меня есть и считаю что как бы ну возможно по роду это передается вот этот варикоз наш а ваша мама муж жалуется ваша мама не жалуется на одиночество на то что и не хватает там внимания присутствия там на чего жалуется ваша мама чаще всего первое что я спрошу она да она живет с мужчиной не с моим отцом у меня отец умер в 38 она с другим мужчиной да она говорит что ей не хватает его внимание действительно там какие-то моменты то есть она как будто бы созависима даже с ним эти вот моменты я как бы отмечаю и возможно этим привлекает внимание к себе какой-то ужин болезненностью ну ладно это с ним а в отношении семьи то что кровь и тромбы это все-таки семейный клан что вот если вы как часть ее семьи может быть у вас братья сестры есть там если про да у меня да был брат у меня что она говорит говорит ну тут вообще конкурс разряд от идет какой-то раз как слабо-то парады вот как такой вообще не продолжается потому что брат у меня погиб 16 лет дтп было и вот после этого папа через два года ушел и вообще мужчин я в роду не вижу наших и какая-то вот идет секономерность что одни женщины прикольно а у егора где дтп какая часть чё там контрактуры чё там что да у него классическая дипс спастика в ногах в основном спастика в ногах а брат в дтп погиб на чем на мотоцикле на мотоцикле ну хорошо вам сколько было ну я прошу прощения что я так я я к этому как к информации отношусь сейчас мне 19 вам было 19 значит вам 19 гибель брата я сейчас объясню почему я спрашиваю вам и всем сейчас я пытаюсь восстановить картину вообще вот кто вы вы набор какого опыта это ваш опыт и то что есть опыт вашей семьи и мамы в частности потому что то что вы мне показываете как из чего состоит ваша жизнь разные события ситуации это то же самое что вы внутри ну это если то как устроено ваше бессознательное то чего она вообще понимает про этот мир и поэтому для того чтобы мы пришли как я уже сказал к исцелению до чего-то а вот могу я спросить у вас куда вы ушли сейчас вот вы уходите куда-то мне очень интересно куда вы мыслями улетаете ну я как-то вот на себе это улавливаю моменты действительно какая связь то есть в роду вот эти вот туда ушла а какую связь обнаружили чем что что думаете сейчас конкретно что какой-то период времени я об этом вообще не думала просто жила а вот сейчас начала задумываться ага что меня не всегда это беспокоило интересное время значит у вас подходит или время ваших детей подходит интересно правда же ладно пока туда не пойдем стоп значит а что я делаю я составляю пазл ваш чтобы понять с даже вы знаете вы мама все вот эти мужские фигуры вашей жизни я не смотрю на личности я смотрю какой танец танцует общее ваше семейное коллективное бессознательно а вы отголоски этого танца но она объединяет вас в нем есть какая-то конкретная одна тема ваши события жизненные ваши обстоятельства ваши симптомы будут показывать часть вот этого танца это грубо говоря диагностика то есть мне помимо когда я знаю диагнозы это первый этап я не работаю мы не работаем какими-то там теориями мы работаем с конкретными диагнозами с конкретным событийным рядом жизни тогда начинаем понимать какую историю пляшет ваше бессознательно девятнадцать лет гибель брата старший брат младший младший брат ему шестнадцать му шестнадцать значит через два года уходит отец из семьи да у него рак обнаружили рак чего но метастазы в печени были а первичный очаг не нашли то есть без вскрытия его печень через два года он ушел вы имеете ушел даже не меньше даже там вот и 10 месяцев как назвался рак знаете я даже документы даже не смотрела на там видимо не хотелось мне то видеть даже из меня произошло это я уезжала на практику и папа там с мамой уже как-то вот как они это все как бы вы надо обозвали почему печень как бы вы обозвали она его съела ну я не знаю это мое слово ваш как очень быстро он сдался прям вот на глазах был сильный такой волевой мужчина с большими амбициями с большим каким-то опытом до 38 годами не мальчишка очень взрослый и просто даже визуально изменился какая-то у него внутри как стержень пропал опора как будто бы сдался он сдался да он винил себя я думаю да мама мне говорила что винил она возможно его винила он сам осознал что он точно времени как-то проводил с сыном что до этого допустили они были еще ну алкогольном опьянении они были то есть какое-то упущение он почувствовал их трое разбилось я сейчас знаете о чем спрашиваю я сейчас спрашиваю о том как семья ваша как семья прожила вот эту историю можно сказать взросленно то есть это разобщила семью осталась потом там я уехала в перу она вообще перестала видеться с папинами родственниками полностью то есть это как будто бы ее даже освободила от общения с ними она не совсем хотела с ними общаться потому что при жизни когда с ними вот при папе ее конфликты были с его мамой с его роднёй отлично отлично конфликты в клане смотрите конфликты в клане семья разразнилась но есть маме сейчас сколько лет маме 60 когда у нее начались операции когда обострилась когда тромбы случились у нее вообще барикос лет шестнадцати вообще вот просто идет по жизни а первая операция слишком любимая цифра такая до 8 и 16 шестнадцать вот видимо да вашему сыну сейчас шестнадцать да с ним же ничего не случится да у меня тоже мысли вот такие что я очень накладываю прямо вот какую-то историю брата на историю сына и какое-то меня подсознание прям кидают туда я поэтому и возможно терапия решилась такие пойти чтобы от этих каких-то мысль разобраться с ними какие-то на эти причины это но ребенок с дцп первое что сразу замечается ребенок с дцп он не сядет на мотоцикл он не уйдет из дома ребенок с дцп а символически никогда не уйдет из дома потому что он будет он нуждается постоянной опеке матери ребенок с дцп не уходит из дома во все в полном смысле ну чаще всего это форма решения ну окей давайте пока отметим это 16 16 16 значит когда начались у мамы операции когда начались особенно тромбы точно не помню но где-то возможно ей может быть 30 лет было ей было 30 в первой операции и у а мне наверное 10 лет 10 лет 10 или 12 12 точно не помню ага первой операции на тромбе у мамы даже не на тромбе у нее просто воспаление получилось очень серьезно любит не знаю точно ей прям на обеих ногах там что-то вообще очень сильно порезали все некачественно даже сделали вену мамы очень интересно ладно ох какая смотрите дело в том что это такая самая ответственная часть диагностика работы диагностика когда мы должны когда мы должны собрать кусочки причем это кусочки во первых о вашей жизни но и кусочки того как складывались отношения этих людей до вас еще вас не было почему они пришли и что это за два клана почему они не принимали друг друга вот и скажем так какой это имеет связь вообще с мужскими фигурами вашей жизни брат ушел папа ушел а у вас дети еще есть да дочь 7 лет дочь 7 лет итого вы ее родили сколько вам было двадцать тридцать два да 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 33 33 года дочь ну что ж можно сказать конечно просто сходу да варикоз вы сами написали в сообщении варикоз это некая некие гири на ногах некие гири на ногах но когда мы видим варикоз настолько такой сильный что он уже есть у мамы то говорить просто о типичной проблеме беременных которые не могут у которых проблем варикоза если взять классические определения варикоза это когда я не могу следовать привычному положению дел двигаться в тех направлениях которые мне хотелось бы я ограничиваю себя в привычных делах это не даже не в каком-то гигантском масштабе а привычное течение дел как я его себя представляю я чувствую в этом положение я чувствую постоянное ограничение не могу привычный ритм график своей жизни реализовать вообще проблем беременных поэтому как бы понятно что варикоз эта тема беременны и это общая вещь но когда мы понимаем с вами что у вас у мамы уже вам двенадцать лет здесь двенадцать у нее уже такие операции то соответственно здесь есть что-то более интересное вы знаете я сейчас предположу а вы внутри сердцем скажите да нет значит вот я ставлю гипотезу сейчас я делаю эксперимент а вы да нет ваш брат разбился на мотоцикле и пьяный вот если я так спрошу как вам кажется что вырваться из дома вырваться из дома по-другому невозможно ну от от моей мамы например просто сердцем да нет это не головой я не знаю я спрашиваю вас как вам кажется не похоже даже не мы не смотрим даже про то что он делал ли он это или нет он и точно не осознавал а я про то что вы знаете про семью про маму вот когда ваша мама говорит мне не хватает твоей любви своему мужчине сейчас не является ли это вообще темой внутрисемейной и вообще к мужчинам что мужчину вообще ну как бы мне все время кажется что он удаляется ну у него были натянутые отношения потому что у него была вторая женщина с детьми то есть у отца там не хватило да в каком возрасте это произошло вам сколько лет было вообще слушайте у вас в крови если мы говорим о крови и семье жесть кровь и вообще все что связано с кровью и в том числе сосуды если мы говорим о крови как семье и как клане это конечно жесть терзание этой женщины ладно в каком возрасте это произошло как вам кажется мне кажется 14-15 у меня было 12-15 я как узнала я еще может быть не знала скорее всего а мама в 10-12 что-то узнала накануне вам 10-12 у мамы операция мама что-то уже ну что-то уже наверное знала потому что она уже она терпела да она терпела скрывала да мой мужчина уходит мой мужчина от меня уходит я ничего не могу с этим сделать ладно хорошо давайте пока так это драма а что вас вот из этого сейчас особенно трогает вот сейчас мы говорим об этом вы можете сказать что особенно вас трогает какое то есть отношение по поводу этого мнения что мама недостаточно была как бы женщиной да в этой паре она очень много на себя быт быта взяла с детьми вот эти все отношения и я бы вот сделала что мне так как в моей семье так не надо то есть не уходить в быт там никуда то это больше надо быть вот функцию женщину там да вдохновлять общение вот эта романтика вот как-то это приходит прям фонит у меня этим я даже как-то вот через чур на этом зациклена потрясающе давайте сейчас попробуем попробуем сейчас если вы сейчас думаете об этом попробуем понять что это такое потому что если я если я вдруг зациклюсь на быте что произойдет ну я буду какой-то неинтересный но меня оставят я повторю судьбу мам ну я предполагаю вам как кажется но если по простому почему девочка принимает решение противоположное потому что мне тоже не нравилось когда я с ней жила постоянно приборки уборки поливалки пололки все и вся жизнь только на это шаг влево шаг право нельзя ну-ка быстренько скажите есть сейчас это как-то собран если прям обобщить вы слышите какие чувства у вас до сих пор у вас сидят вы это слышали сейчас честно-то себе признайтесь вот они ну-ка обобщите мне это фраза мам чё послание какое послание я хочу услышать послание ну-ка это обида вот или фраза давайте обида обида что что ну что надо делать все что надо то есть мало ли что ты хочешь надо делать то что надо это фраза прямо детства и тогда чего хочу и тогда я Юля чего хочу чтобы было не так в жизни чтобы как-то было в моей жизни будет не так я не буду как ты я не буду как ты или как наверное во всяком случае вы так сказали пока что даже не буду я не хочу как ты больше вот это я не хочу как ты давайте я с вами вспомним что такое вены по венам кровь возвращается в сердце по вашим венам кровь возвращается в сердце помните на рисуночках кровь венозную рисует синенькая а артериальную красненькая артериальная кровь это янь это мужская это насыщенная кислородом кровь а венозная это материнская сердце это дом если я внутри себя говорю я не хочу в дом своего детства я внутри себя буду отвергать маму какой я ее запомнил я буду тратить усилия и зацикливаться ваши слова зациклюсь на том чтобы не быть как мама что будет делать моя венозная кровь что такое варикоз застой моя венозная кровь будет мне показывать что я не хочу в тот дом который я знаю тот дом который моя материнский аспект мой запомнил у меня в теле мое тело запомнил мое тело знает только такую маму а я с ней борюсь своей жизнью я с ней борюсь чувства слышали свои обиду обнаружили давайте сейчас отметим это ну давайте что с вами вот я с вами это говорю ваша жизнь очень похожа на частично маленький контр сценарий такой контр сценарий я Юля зациклюсь на противоположном а чувствами показали мне сейчас живую боль и страх я постоянно мониторю не стала ли я уже как мама а не слишком ли это много быт не слишком ли мало романтики я же дофантазирую сейчас немножечко так ваши слова преобразовываю может быть вы услышите как вам сейчас это слышит смотрите вы единственный критерий да нет ваше сердце сейчас ваше тело сейчас оно является критерием да нет я гипотезу строю из ваших слов я же да что это значит для вас сейчас если это так если это да ну я сейчас слушала вас и действительно поняла что очень много своей жизни трачу на то чтобы сравнить на то чтобы какой-то там шаг туда не сделать да шаг сюда а не просто не просто какая-то жизнь по каким-то моим желаниям цели она как будто бы все сколько ни отходи от того сценария она где-то рядом идет а потому что это известная ловушка смотрите прикол в чем вот есть палец и человек такой я никогда не буду как палец и соответственно он постоянно в уме держит что вектор внимания конечно он держит в уме палец все он палец палец всегда в нем потому что я всегда от пальца отталкиваюсь а свободный говорит я не знаю кем буду буду ли я пальцем не буду ли я пальцем да хрен его знает вот если мне будет хорошо быть пальцем почему нет мне хорошо будет быть пальцем и вокруг меня будет всем хорошо да буду пальцем вот это свобода либо не буду пальцем я буду опираться не на то палец я не палец я буду опираться хорошо мне сейчас а теперь смотрите прикол я трачу время много внимания на то чтобы сравнить опасно 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 оказаться опасно оказаться там опасно признать что это во мне опасно столкнуться с мамой в себе соответственно это для вас сейчас для взрослой женщины звучит мы с вами разговариваем как люди такие вроде все таки понятно а у вас есть бессознательное а ваше бессознательное сейчас мне чувствами вот в тот момент когда вы вы так настойчиво показывали это место мне вот если бы я был рыбаком я бы сразу подсекал бы и все и вытаскивал бы все больше ничего еще делать вот вот бред чувства и тени вы его показали ладно понятно это значит что для вашего бессознательного сила конфликта до сих пор та до сих пор та детская мы говорим с вами здесь как два взрослых ваша жизнь уже давно ушла оттуда она уже своя но сила конфликта та детская та может быть обида на маму та обида за то что папа ушел из моего дома из-за тебя но я даже не хочу в этот дом даже я не хочу в этот дом тем более папа а тем более сын который оказался в жесточайшей ситуации вскрылась вам 14-15 скрылась эта история а там еще неизвестно в семье какой какая ответственность на сына была переложена на брата ваш ну вот ушел отец и мама разворачивает на на брата что какие ожидания кто он становится там же непонятно это я сейчас что-то я мало вас спрашиваю как там ну так и есть она видела что папа их сыном не занимается и она очень как бы ну тревожилась что он выросли каким-то вот ну не по примеру папы там болтики не крутит этого не делает то есть папа очень много работ много друзей он очень занятой хобби свои там имел и по сути сын это как вот то есть вместе то они ничего такого не делали общих не было совместных досуг и она ее это волновало то есть как это я мама его учу болтики крутить то есть даже о фразу сейчас вспомнила что она его учила крутить болтики ну как она как будто бы замену искала папы действительно вот короче она на него наложила обменов да она на него наложила я сейчас не про это она на ребенка наложила ту же самую историю о чем говорит сейчас только ему недостаточно твоей любви ну то есть она говорит но ей недостаточно и она транслировала да и она ребенка транслировала тебе тоже недостаточно ее любви вот это как внушение сделала да такое давайте мы сейчас ну она так видит мир она умеет судя по всему так видеть мир значит почему мы сейчас об этом говорим вот давайте знаете что такое ДЦП давайте сейчас я вам проговорю что такое ДЦП а мы сейчас немножечко переметнемся к ДЦП и попробуем сравнить возможно это связано написали бы в сообщении давайте сейчас попробуем немножечко посмотреть почему ваш мужчина мальчик не сможет уйти ну там символически не сможет уйти физически он я же не знаю насколько он там развивается кстати как ваши прогнозы он ходит он ходит ваши прогнозы о его автономности сердцем сейчас меня меня не надо обманывать себя не обманите тут очень внимательно ну тревога сразу в груди тревога как говорите страх как звучит как он что не справится он не справится что не справится а если а если трудно ему будет а если сейчас я попрошу эту фразу произнести мне важно чтобы ты не справился и мы сейчас экспериментируем я сейчас рискую вместе с вами попробуйте внутри себя не важно чтобы ты не ушел не важно чтобы ты сам не смог слушайте просто себя просто вот знаете как бросаете и наблюдаете камушек бросаете и наблюдаете за волами что там внутри почему ты успокоился успокоился все хорошо дцп это когда там конечно многие конфликты есть но первый конфликт который стоит смотреть это значит конфликт когда а господи я сейчас попробую сформулировать в этой семье этому ребенку очень сложно развить в этой семье в таком положении дел в таком положении семьи очень сложно развить компетентную конкурентно способную личность и таким образом мозг ну то есть есть сигнал ты не сможешь ну нельзя например сигнал и тогда мозг ребенка находит в качестве решения вот подобного рода нарушения для того чтобы быть постоянно связанным с материнским инстинктом ну вот с этим защитным то есть ваш вы мать у вас есть защитный материнский инстинкт чтобы постоянно быть связанным с ним подобного рода нарушения которые не дают возможность уйти из дома вот соответственно могут быть решения помимо этого фаза программирования это беременность ребенка был ли кто-то в вашей жизни в тот момент когда ребенок был беременный когда вы были беременными командиром либо вашим либо давящим авторитетом либо соответственно несправедливо пытался вами командовать то есть ребенок показывать может может если мы говорим про ДЦП может показывать что я как маба сопротивлялась но и в то же время не могла очень хотела сопротивляться но останавливала все свое сопротивление там движение и так далее подавляющий подавляющий несправедливый командующий там какой-то авторитет ну там врачи очень сильно как бы надо мной колдовали получается у меня 8 недель была угроза невынашивания и я с тех пор как бы ну доверяла очень врачам чтобы сохранить эту беременность и какие-то вот знания получила что надо меньше там беречь себя меньше двигаться меньше куда-то ездить очень бережливо относиться особенно на больших сроках вообще никуда далеко не ездить то есть у меня муж там уезжал если там как своей маме а я сидела дома все выходи одна и у меня было такое вот состояние почему мне нельзя вот врачи сказать нельзя я прямо вот пагастно мне очень было что я хотела но не могла это опять вы про маму сейчас мне говорите ну вот отличный цель подождите стойте 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 вы слышите что опять вы в таком же ключе говорили мне про маму я ни в коем случае не хочу туда потому что там я должна с тобой сопротивляться но вы про маму когда говорили вы говорили я туда не хочу потому что что это я должна делать как ты говоришь во время беременности когда вы имели дело с врачей и вы имели дело с авторитетами но все авторитеты в вашей жизни будут записаны в той же области мозга в которой когда-то первое место было и занимает возможно сейчас до сих пор мама потому что вы до сих пор с ней вообще не находитесь не в реальном а вот здесь я до сих пор с тобой борюсь своей жизнью когда я имела дело с врачами и с их запретами я возможно имела дело опять с той же мамой но почему я не могу почему я должен делать как ты считаешь нужно что с врачами то в голове говорить взяла да выбрала но если у меня есть запись а потом это жильбер говорит например предлагает дцп рассматривать первый конфликт который предлагает рассматривать дцп жильбер но он говорит разделение глубокое внутриклановое разделение этот ребенок не сможет уйти из семьи соответственно ему трудно будет уйти из семьи семья будет объединена клан будет объединен тромбы мамины это переживалки то что моя семья может быть разобщена я ее растеряла разобщила и я живу уже мне ни клан ни рода ничего тромбы мой ребенок может показывать это это предложение жильбер в дцп могут быть разные конфликты и двигательные вот такой как вы говорите но там есть командиры но командиры внешне в действительности мой главный командир до сих пор внутри меня спрятан это моя фигура с которой я сопротивляюсь мам например это мое дцп это же и мой варикоз тоже потому что я ни в коем случае не хочу вернуться в дом свой своего детства ну к маме я там мне приказывали там я туда я не хочу я трачу я зациклена это я пытаюсь сейчас немножко объединять и последний тогда у меня к вам вопрос ну и плюс у меня есть драма с братом у меня есть драма с отцом и мой мальчик он сын чтобы он не ушел например да с ним не случилась драма вы сами сказали в начале что вы почему-то какие-то параллели проводите между вашим сыном и вашим братом ну да мне как-то пришло и я да не подумала почему мне это пришло и все это мысль как-то она перевести появляется вот ваше спокойствие сейчас когда я попросил фразу развернуть она больше с чем связана она связана что с ним ничего не случится или я не останусь одна что здесь с ним ничего не случится или я не останусь одной какая тональность здесь больше даже затрудняюсь сказать и то и то как-то есть и то и то есть хотя за него уже меньше волнений то есть вот как-то я его отпускаю постепенно там а вы ему рассказывали историю про брата вашего нет ну говорила что у меня был брат и что его сейчас нет а вот именно в подробностях нет историю про маму про то что вы тратите много внимания на то чтобы не попасть туда в дом не вернуться ну символически внутри себя это ваш актуальный конфликт он в теле вашем живет ваше тело может о нем говорить потому что я до сих пор ей сопротивляюсь потому что до сих пор я с ней по многим вещам не согласна как я могу пойти против своего тела ты мой ребенок можешь показать один и тот же конфликт так же как мы мои вены могут показывать почему я должна здесь сидеть и не идти туда делать то что я хочу в делах так же и ты можешь своим телом показывать двигательный конфликт так же твое тело может показывать конфликт того что наш клан весь разобщенный ну мужские фигуры погибли мы с мамой в общем то не очень то может быть и близки она жалуется она жалуется на то что и у нас как то но и до этого вы сказали еще важную вещь про то что про то что родители клан отца не принимал клан не принимал клан мамы и мамы в частности да очень там были какие то и бытовые вопросы конфликты и папа ушел в другой клан создал иной клан с другой женщиной родил там детей ну я не знаю причин не знаю как все произошло а зачем причина я вам скажу причина глубокий ваш папа не получил добро от своего клана и не смог с этим состязаться внутри причины фактически могут быть разными но очень похоже что ваш папа так и не получил глубокое внутреннее добро на эту женщину от мамы от своей в первую очередь мамы кто был против бабушка от бабушки бабушка не дала ему право уходить к этой женщине мой сын точно не уйдет от меня тоже отголоска может быть эта история мужчина который не получает от мамы добро он вынужден с этим жить он вынужден либо обрезать нахрен свой клан рискнуть пойти на жесточайшие внутренние вот это вот решение либо он находится в этом конфликте и несет его через всю жизнь и потом реализует его в такой форме как будто бы и вашим и нашим потому что я я и с тобой может быть быть бы хотел но и маму игнорировать тоже не могу у вас получается мама а женщина в роду достаточно сильная такая не отпускающая может быть связано с вашим сыном ну часть отголосков вот этой вот истории внутри вашей семьи если проанализировать возможно но я об этом так не задумывалась что что в этом плане да да поэтому мы с вами здесь пытаемся это понять смотрите вот мы нашли какие-то такие кусочки пазла и сейчас я спрошу вас тогда как вам кажется почему у вас варикоз кстати почему в 19 почему в 29 но в 14-15 вы узнали о том что папа ушел кстати да если мы разделим пополам он не ушел он в семье вот жил а я узнала я узнал а что это было кстати для меня ну вообще какое-то удивление наверное как так как папа мог это что такое ну не шок почему-то не шок но в рамки не укладывалось привычное подробнее и было даже еще как-то абсурдно что это все открыто было то есть он не скрывал он ездил и туда и сюда и вся деревня знала и вообще это все и мама знала ничего делать с этим а куда я пойду то есть я даже от него уйти не могу он мне ни жилья не даст ничего и вот эта вот вся ситуация как бы я как ребенок на это все смотрела и даже не хотела вникать просто посмотрела а если бы вникла с чем бы я стал может быть разочарование разочарование в ком разочарование в папе то есть он у меня какие-то был ну идеал по энергии я тянулась к папе больше чем к маме потому что в быту мама меня видимо это отбило всю любовь то есть все вот этот интерес а папа меньше занимался но было более когда если уделял время то был со мной прямо то есть конкретно мне было внимание пусть редко но душевно сына не принял да так по-своему да вот как так и говорят что сын к маме тянулся а я к папе ага в 29 лет когда вы вышли на работу главная мотивация мне социум хотелось то есть я сидела дома 4 года мне хотелось социум реализоваться то есть у меня амбиции знания образование ну какое-то хотелось быть полезной ваше семья были против нет? нет нет не против нет он наоборот за то чтобы я работала всегда и сейчас я вот не работаю он как бы поддавливал на меня пару лет типа что ты не выходишь на работу там какую-то хотя бы ну сейчас успокоился хорошо давайте сейчас попробуем ну кстати почему в 29 все-таки вот этот 4 года это что были с момента рождения ребенка обобщите я это связала я это связала я это связала тогда вот прямо помню свои мысли что какое-то время я его возила в садик у нас двух лет в садик уже ему дали на руках то есть вот тяжесть вот эту носила я себе вот физически просто связала что вот эта нагрузка на меня какая-то непосильно я ношу ношу ну пойду я на права сдам хотя бы да там машину мне дашь и вот как-то вот так все и шло я думаю ну вот доносилась варикоз вышла на правой ноге почему-то только почему правая нога ну у меня приходит я вот сейчас да я когда йогой занимаюсь я прямо чувствую что у меня левая очень слабая нога она прямо слабая она меня не держит и за счет этого правая берет на себя больше будто бы опора то на правую поэтому вот на правой ноге вот какое-то у меня объяснение внутреннее такое то есть я баланс на левую вообще не держу и у Егора тоже вот конструктура именно на правой ноге из-за того что левая чуть короче и получается тоже она как будто бы он бережет ее вот какая-то прямо есть наслойка вот это правая выпирает вперед можно рассмотреть правую ногу как папину левую как мамину ну то есть если мы говорим о телеске она более сильная она более сильная потому что фигура отца в моей жизни была более сильной да но в какой-то момент там может быть часть программы она может быть связана ну часть программы мои записанные во мне вот это вот уход отца а для ребенка даже ну вы девочка это в половине срока просто происходит я думаю что это очень важно вас все это трогает обратите внимание пожалуйста на это чувство еще раз можно уход отца вы сказали уход отца вы сейчас плачете о каком уходе о том в четыре с пятнадцать как вы узнали нет вообще из жизни я как будто бы там недопрожила это я отнеслась к этому ну вот есть произошло там да и я уехала учиться и как будто бы я это вытеснила не знаю какую-то боль уже одну отвлеклась папа моя сторона тела которое от тебя она даже сильнее моя правая сторона тела она даже сильнее и моя правая сторона тела это папа и у меня конфликт внутри клановый между папой и мамой из моей правой ноги вены правой ноги именно они не хотят в сердце в дом к маме мой папа ушел из дома моя правая нога это символический папа вот в телеске молодец все хорошо просто когда он был мне было легко с ним это жизнь легко была посмотрите какую он вам оставил сильную ногу посмотрите какой он вам оставил сильную правую часть тела в плане тонуса поддержки и это ведь остаток его в вас смотрите ваш правая часть там правая нога я не знаю может быть какая-то правая часть тела особенно напитана фактом его присутствия там более мощный тонус более мощные там не знаю более опорная функция например но вены это то что вены и венозная кровь это то что материнский аспект и вот здесь ваш правая нога и вены там они несут вот этот конфликт могут нести во мне конфликт мамы и папы разошедшихся тогда для меня для ребенка это могло быть шоком и в 29 лет на этом выхожу на работу совершаю какой-то значимый выход не знаю может быть я в этот момент ругала себя за то что я ребенка оставляю я там была счастлива я была счастлива от того что я пошла собеседование в очень крутую компанию по недвижимости и меня взяли и потом сказали до тебя там сто посмотрели и только на тебе остановились то есть мне было очень круто слава богу в общем пока давай с тобой на этом остановимся я с тобой попробовал поисследовать вместе разные аспекты того почему может быть у тебя эта история а значит если я тебя сейчас спрошу вот я вернусь к этому вопросу и спрошу тебе скажи пожалуйста почему у тебя варикоз почему у тебя варикоз почему у тебя варикоз вопросов ребенка например ДЦП что бы ты сейчас мне сказала сейчас не надо сильно умно думать попробуй сказать из того что сейчас вот как больше вот по ощущениям ну тут мама выходит что молодые отношения с мамой как-то принять понять не знаю и простить и простить вот смотри во-первых если мы говорим с тобой про варикоз мы помним одну вещь такая есть вещь интересная о том что варикоз это заболевание такое условно-соединительной ткани которая скажем так не очень-то любит и восстанавливаться ну соединительная ткань так устроена потому что она из-за рецидивов из-за скажем так из-за того как работает биологическая программа соединительной ткани она вот в фазе восстановления фиксируется и как будто бы она назад в общем-то не очень хочет возвращаться ну то есть случился типа варикоз и в общем-то уже все но мы с тобой тоже знаем и это факт что до конца времен в нашем теле есть всегда определенный пул пул в смысле запас в смысле активная штука разного рода стволовых клеток которые в зависимости от потребности организма направляются на разные точки в разное дело в разные задачи это ты сама можешь почитать поисследовать их запасы с возрастом уменьшаются но они есть у ребенка их огромное количество у взрослого который много злится их еще меньше много обижается еще меньше а которые более-менее как-то пребывают в равновесии с собой их они тратятся на что-то полезное для этого человека не на обслуживание гнева злости обиды страха а на что-то полезное и в этом смысле этот пул стволовых клеток может помочь тебе работать если ты возьмешь это как за опору то есть существует еще раз говорю некое убеждение про то что вены раз они вот так уже пришли в это состояние то они в общем-то останутся я знаю случаи когда разные степени проблем с венами уходят в большей или в меньшей степени это первое что я тебе хочу сказать значит стволовые клеточки которые можно использовать для своей внутренней работы это раз это я так тебе сразу про убеждение вдруг тебя где-то скажет что-то значит второе для того чтобы для того чтобы вены начали восстанавливаться необходимо начать видеть себя ощущать себя и жить так что 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 как будто бы ты уже не там ты уже не в этих обстоятельствах которые до сих пор зафиксированы в твоем теле вот ты сказала про маму в действительности бог с ней с мамой в действительности это ты живешь постоянно сравнивая это конфликт который с тобой в тебе это ты почему-то боишься критериев внутри себя по которым случается что-то страшное мой муж уйдет там я не знаю я останусь одна я буду такая же плохая стану такая же плохая как мама я Юля однажды получив любовь папы сама не заметила как взяла лояльность папе и папиному клану вгрузив в себя внутриклановый конфликт и этот внутриклановый конфликт до сих пор живет таким хитрым незаметным способом внутри меня и я не замечаю как кручу это колесо до сих пор внутри продолжая сравнивать бояться и признавать во мне маму ну в том смысле что она есть я вот от нее внутри убегаю я ее меряю постоянно что-то там так обнаруживаю боюсь испугаюсь убегаю это не просто история папы с мамой это вообще два клана которые так и не могут сойтись они во мне вот в этой борьбе живут и я стал почему-то лояльно папе а вообще-то позвала их обоих сказала эх слышите вот в этой теле ваши проблемы нерешенные я не хочу нести боль потому что я делаю вот это вот это вот это вот это постоянно не стал ли я похожа на маму и так далее так далее вот 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 когда я это все перестану делать и вот и когда я увижу по-другому мои критерии действия по-другому я признаю я признаю боятся по правой половине тела скажем так скучаю не хочу у него задержка развития еще такая приличная но в целом он адекватный а так коммуникабельный очень добрый мальчик ну идеальный такой ну такой да идеальный даже рядом с ним бывает что чувствуешь очень многое что-то плохого в себе я в себе чувствую будто он показывает что так можно быть таким добрым даже идеализированный отец такой идеализированный отец но ты как почему-то на брата параллель ведешь ну ладно это вот такой нюанс интересный ну вот это вот 16 лет брат 16 лет сыну и мы с тобой в этот момент общаемся в этом возрасте интересная точка мои вены моя мама мои вены это мой конфликт папы мамы что еще вены привычный образ жизни а что что-то сейчас у тебя есть в связи с простым базовым конфликтом вен про образ жизни про ограничения там ну есть ограничения потому что дети всегда со мной то есть я их увожу привожу кружки дома то есть полностью это моя плата есть конечно мои вены это моя плата за то что я хочу удержать тебя ну какой-то есть ну какой-то есть пыльник кабалы да даже вот есть как бы сама это выбрала и ну как несу какой-то свой крест конечно я там себе разноражу какую-то жизнь у меня есть где я взяла его где я взяла этот крест где я взяла этот крест кого я так хотел удержать бабушка хотела удержать папу мама хотела удержать брата когда я говорил о том что на мотоцикле пьяный значит я правда имел ввиду что в этом в этом это не именно я сейчас придумал я сталкивался с такой позицией когда возможность вырваться из-под влияния опеки там особенно там где много ожиданий или гиперопека так я не имею права вырваться я могу это делать только в измененном состоянии сознания ну например тогда я набираюсь сил как-то вырываться и тогда это может быть был бессознательный для него акт освободиться из-под чего-то возможно мама не могла отпустить она не отпускала отца несмотря на то что он уже ушел она не отпускала сына и уйти от нее можно было только вот как ушел отец тогда через болезнь брат через смерть да вот эта тема с неопусканием я могу за нее платить своими своими венами вот этим гирей на ногах увы мое время но в то же время я почему-то не отпускаю и вот эта тема неопускания можно ее поисследовать тоже. Точно ли я продолжаю, ну, скажем так, это вопрос сегодняшний, который я тебе задавал. Если я переворачиваю, я хочу, чтобы ты не ушел, мне становится спокойнее. Почему мне здесь становится... Не головой, а в теле. Конечно, я про этот вопрос и говорю. Вот этот вопрос, это объект для исследования. Почему мне до сих пор так спокойнее жить? Программа ли это бабушке? Ну, от бабушки, потом к маме, потом она ко мне досталась. Просто я ее должна увидеть в такой форме. И мои вены в том числе. Плата ощущением ноши за то, что я кого-то не отпускаю. Вот. Это то, что я бы хотел... Куда бы я для начала обратил внимание? Из того материала, что есть. Вот когда мы меняем образ жизни, не просто узнаем, а мы меняем образ жизни под новую реальность. Вот тогда мы ощущаем себя... Действие во внешней жизни это... это очень важно. Но действие это еще и то, как я внутри оцениваю себя в имеющихся обстоятельствах. Это уже действие. Это уже когниции. Это уже как я себя ощущаю, как я описываю, как я... Как я... сказала маме с папой обоим, как я тебе сказала, что теперь вы для меня равны, все, не буду в это играться. Не буду бояться. Не буду до сих пор сопротивляться. А, и сыну, конечно, рассказать, что я сопротивлялась врачам, но в действительности внутри меня в этот момент работала вся борьба против мамы. тоже очень важно, потому что в его организме запомнена часть моего сопротивления... невозможность сопротивления маме. Настолько, что я до сих пор... Мне вот 41, а я до сих пор в этом. Тоже это часть его ДЦП. И вот когда я прекратила все это делать, сейчас и осознала, вот тогда я могу исцелиться, когда я... Я и мой ребенок могут исцеляться, когда я выхожу из этого рисунка, который раньше не замечала, действиями внутри и вовне. Вот как так, если в общем... Йоль, много говорю, что бы ты могла хотеть сказать, что бы ты хочешь, поделись что-нибудь, что тебе сейчас важно, скажи. Мне очень важно, что я вообще услышала свою ситуацию со стороны и тоже пришло много осознаний каких-то, да, по-другому взглянула, связи эти увидела. Раньше как-то это все разрознено по каким-то комочкам по этапам жизни. И действительно я бабушку очень любила по папиной линии. То есть она меня любила, я у нее первая внучка вообще из всех, вот из всех-всех-всех. Я повторяю, очень высокая лояльность бабушки, я повторяю, я как она своего сына не отпускает, так и я своего. Лояльность к папиному роду. Я-то вообще своего сына видела, что он у меня женится во сне, женится, что у него все хорошо, я надеюсь, что вот так и будет. Давай. Возьми и скажи им всем, идите нахрен со своей лояльностью, пошли вы нахрен со своими играми. Лояльность еще. Это что, это я, значит, чтобы быть самой лучшей внучкой должна соответствовать? Да нет, хреносду, а я маму люблю. Ты слышала, бабушка, а я маму люблю, как тебе такое? Что, не любишь уже такую внучку, да? Да? А идите вы все нахрен. Будет играть вашу лояльность тут, воевать родами. Не буду я в своем теле и в своем доме это нести. Понимаешь, про что я сейчас? Дорого может стоить вот эта вот принадлежность одной части клана и исключение другой части клана. Я буду это показывать своей семье, своим телом, своим домом, своей семье. Вот, поэтому, ну что, успехов тебе, вот, тебе и всем, я говорю, приходите, приходите на наш курс. Спасибо. И мы будем делать то же самое, но я буду учить вас просто это делать, настолько, насколько смогу со стороны это делать, со всеми мистическими вот этими приколами, насколько смогу. Ладно, Юля, спасибо тебе большое. Спасибо вам большое, что выбрали меня, это прям вот очень мне было как важно. И, видимо, было это очень важно, и поэтому вырвали меня. Наверное. Я вообще верю, что это происходит вообще не по чьей-то воле. Просто так должно быть и все, как все в общем жизни. вот так вот. Спасибо тебе тоже за открытость. Ну все, отключайся. Дорогие друзья, спасибо большое за ваше. Курс поможет так же, как индивидуальный разбор. Курс даже больше, чем индивидуальный разбор, дорогие друзья. В курсе вы имеете чат, в котором работает с вами специалист. Все уроки я разжевываю в теории, и он, кстати, все это будет точно, потому что я заново проведу этот курс, то есть он не в записи будет, он будет полностью проведен ночно, со всеми изменениями, дополнениями, потому что, ну, проводить одинаково никогда я не делаю, и я стараюсь делать все по-новому каждый раз. Поэтому, кто знает прошлый курс, приходите. возможно, это будет для вас тоже неким открытием. Я добавлю туда разные техники, новые, вот, как-то разбавлю. И самое главное, что курс это система. Система, ну, потому что, когда вы смотрите разбор, вам, вы видите, как я хожу то сюда, то сюда, я хаотично хожу по карте, я вдруг, находясь в этой стороне карты, мне кажется, так, вот сейчас мне важно в эту сторону карты, но вы-то так не умеете, потому что у вас нет опыта. Он у меня есть, он, я примерно понимаю, где искать оставшийся кусочек из этой части, а в курсе я даю понимание системы, как двигаться, и какие вещи на карте обязательно важно учесть, прочувствовать, проработать. и эта система, которая должна, она поможет вам, в любом случае поможет, скажем так, поможет и тем, у кого есть симптомы, поможет тем, у кого его нету, и вот я вдруг понял, что мы не занимаемся в будущем, нет, это очень опасная такая скользкая почва, но когда я знаю, какое у меня прошлое, я знаю, что является риском моим, я могу в будущем предупредить, потому что если я попаду, я распознаю, я не закручусь в полноценной выжималке, я смогу распознать события, которые со мной случились, и как я их оцениваю, не попаду в ловушку оценки, потому что я уже теперь знаю, с чем я имею дело в прошлом, с какими записями, например, в случае там с Юлей, если бы она знала, что у нее есть встроенная, есть встроенная, глубокая конфронтация, противостояние маме, доставшееся по роду, то во время беременности, например, конфронтация с врачами, Юль, могла бы, ты могла бы очень быстро, быстро выйти из этой конфронтации, осознав, например, что, похоже, я сейчас и с ними тоже в это играю, и вот тогда я не передаю массу конфликта родового этому ребенку через игру с врачами, вот для того тоже можно приходить, сертификаты, кстати, нет сертификатов, нету, кроме того, что специалисты, уважаемые специалисты, вы просто увидите структурированный порядок работы, вот так, как я его представляю, настолько, насколько его можно вообще формализовать, структурировать, вы можете приходить на курс для того, чтобы увидеть алгоритм, если вам не надо самому исцеления, приходите, посмотрите, как работаем, в чате вы увидите, как мы идем за человеком, как мы работаем, поэтому, ну, я там, наш специалист, поэтому специалисты, которые спрашивают, когда обучение, там сходите, посмотрите, ну, реально сходите, посмотрите, вы поймете, что вот, когда я сажусь, я как специалист сажусь, я фактически даю карту, пункты, чекинг, а я вот это сделал с клиентом, а вот это я сделал с клиентом, а вот это я сделал с клиентом, а вот через это прошел, поэтому это реально последовательная дорога, ну, что ж, плюс, огромное количество техник, ой, я даже не знаю, куда их все впихивать, ну, ладно, может быть, каждому есть что поработать, да, исцелиться можно с помощью курса, да, да, исцелиться можно без с помощью курса, а с помощью курса можно быстрее исцелиться, исцелиться можно с помощью чего угодно, исцеляетесь вы, моя задача, как вы сейчас видите, показать вам, там, где вы должны выйти в другое пространство. Я бы, конечно, завтра будет первый урок. Я бы, конечно, бы, вот раз я вижу, что вера здесь, я вижу, что она мелькает где-то здесь. И в связи с этим я говорю, а может быть, вера сделаем первый урок открытым, чтобы люди поняли, как мы заходим, и что это вообще такое. Не обещаю, но я сейчас к Вере обращаюсь. Если что напишешь, с кем можно контактировать, пишите в личку. Ну, подумай о том, стоит ли делать первый урок открытым. Ладно, что ж, дорогие друзья, давайте закругляться. Мы с вами на связи, как всегда. Пишите в личку, спрашивайте, комментируйте, делитесь всем, что есть. Не оставляйте в себе ничего. Делитесь всем, что есть. Всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!